Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Продолжаем отмечать Утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шунин. И к нам присоединяется музыкальная, не знаю, банда, группа из Одессы. И Феликс Шиндер и его музыкальные товарищи. Здравствуйте, Феликс. Здравствуйте. Доброе утро. 29 декабря в Музее истории мореходства в колонном зале пройдет концерт. И вот мы уже спорили за кадром, как музыка, которая объединяет в себя хулиганский городской фольклор, клэзмер, балканские ритмы. И вот как определить вообще стиль, в котором вы играете? Вообще стиль определять, такое, знаете, это для тех, кто прям хочет что-то написать. Я советую просто послушать одну песню и у себя вот внутри своей души найти место определения. Но могу сказать, что эта песня и музыка, которую мы играем, напрямую связаны с историей моего города Одессы. А это значит, музыка оптимистичная, музыка с определенным юмором. И она очень связана с простыми жизненными историями обычных одесситов, людей, живущих с определенной философией, которая просто заходит с рождения. У нас, кстати, в студии и промоутер Александр Голованов. Да, здесь тоже присутствует. И давайте я представлю музыкантов. На скрипочке и на баяне со мной ребята из города Харьков, Дмитрий Москаленко и Андрей Шашко, с такой украинской фамилией, значит. И мы с составом таким приехали в Ригу. У меня в последнее время одни музыканты играли со мной, вот с ребятами мы подольше поиграем, надеюсь. Очень. Может быть, для того, чтобы люди представляли себе, что их ждет и вообще какая, что из себя представляет вот этот сплав всех разных интересных стилей, вот что-то вот прямо начнем с... Конечно, конечно. Дамы и господа, все, кто сейчас находится рядом с нашей музыкой, слушает нас по радио, я хочу передать пожелание хорошего утра, чтобы, несмотря на вот такую стерую некоторую зимость, сейчас наша музыка подняла настроение, звучит Одесса-мама, грянем, шпил. Шуры-муры, звук французского мотива, За ручку по Приморскому гуляем не спеша, Я сам не знал, что может так красиво Любовным тоном петь моя душа Побегу в ломбард, куплю колечко Видимо, настали времена Что в мое свободное сердечко Больше жить не хочет без тебя Сыграем свадьбу, вся теса будет пьяная ржать Шухер наведем, проколь, что все будет дрожать Сакрали с марапетком, парниши при фасоне Зайдутся к нам с приветом, на нас будут смотреть Бандиты с пистолетом, с ментяей без подарка Сыграем свадьбу летом, надо только захотеть Ой, заживем с тобой красиво На завтрак в ресторане компот и холодец На старопартофранковская квартира И на шестнадцатой станции дворец Ой, нам с тобой будет очень сладко Я ж не формозойщик-симулят За себя скажу красиво, братка Я ж за всю Одессу музыкант Сыграем свадьбу, вся теса будет пьяная ржать Шухер наведем, проколь, что все будет дрожать Сакрали с марапетком, парниши при фасоне Зайдутся к нам с приветом, на нас будут смотреть Бандиты с пистолетом, с ментяей без подарка Сыграем свадьбу летом, надо только захотеть Браво! Филипс, я знаю, что вы не только исполняете Ну вот, классические песни, но и сами их пишете Вот поэтому мы начали с этой Это моя песня авторская Я хотел для вас петь, возможно, то, что вы не слышали раньше Вот меня всегда восхищает то, что люди, которые Ну, казалось бы, самый простой путь Огромный музыкальный материал, который можно исполнять И которые там песни уже раскручены Они идут гораздо более сложным путем Почему вы хотите исполнять свои песни А не как бы, ну, те уже, которые все знают Все любят, все поют Ну, вот, что, казалось бы, взять их и спеть? Ну, потому что не могу по-другому Я напишу песни, мне хочется их петь И как бы это изнутри идет Я не знаю, зачем это сдерживать надо Конечно, не надо Каждый, ну, может, не каждый, но большинство певцов Мне кажется, хотят исполнять свои песни Особенно, ну, как-то так Это же не знаю Это настолько логично, что я даже не знаю, как это объяснить Вы начали свой рассказ вообще с того, что у одесситов есть какая-то своя особая философия Которая прямо от рождения в них Что это за философия? Какие отличительные вот эти чувства? Я думаю, что это такой какой-то оптимизм очень особенного такого характера И особенная разговорчивость Желание и легкость в общении Вот, а поговорить Знаете, вот это важно Это нужно для здоровья психического, психологического И на улице вот часто одесситы разговаривают Вот прямо Это у Карцева даже была эта история У Карцева, кажется, да Когда двое людей на улице разговаривают Третья ставляется, долго их слушает Ах, не вращайте мне голову Вот это вот про одесситов Такая Одесса, она сохранилась? Вот, ну, та, которая вот изображена в ликвидации, условно говоря Вот сейчас она есть Я очень рад, что вы мне задаете этот вопрос Это самый классический одесский вопрос А та ли Одесса? А есть ли ещё та Одесса? Ну, Одесса меняется динамично, конечно С оттоком эмиграции Особенно еврейской составляющей города Потерялся такой компонент, конечно Такой находчивости, знаете, Одесской Но город живёт И, конечно, меняется язык Уже там словечки наидыш уходят из культуры И, как бы, этого нету в том количестве, которое было раньше Но сама природа, просто местонахождение города Оно диктует определённый характер, определённый колорит всегда Ты представляешь, когда настанет время, когда вот в одесских песнях Феликс, например, сочинит какую-то песню свою И вместо всех этих иш-словечек будут англицизмы Трудно представить Трудно, да, я в шоке Не, ну вот сейчас Да не дай бог Сейчас давайте попробуем сейчас что-нибудь слепить из этого Идея-то неплоха Я пытаюсь ой-вей на английский вариант переделать Хотя бы О, но О май гад О май гад Нет, нет О май гад Нет, не получается пока Наверное, такое не бывает Нет, ну вот сейчас Можно ли, приехав в Одессу, спросить Вот будет ли там Если я пойду вперёд, будет ли там рынок Он там будет, даже если вы там не пойдёте Да, да, да Если вы встретите правильную чеку Он попадётся, вы услышите то От чего у вас в голове может произойти коллапс Оно как бы понравится Ну точно это логике не будет поддаваться Это, да, одна из таких приятных выяснений Слушайте, кусочек Одессы Когда-то у меня попался даже в Риге В спальном районе Пурцемс Я ехал на троллейбусе И был свидетелем сценки Один пассажир же спрашивал у другого Мол, что за следующая остановка там И вот, ну надо было ему как-то объяснить И вот второго, которого спрашивали Долго и пространно объяснял Что да, вот вы доедете Там следующая будет остановка до мебели Вы поняли, да, она вам не нужна Да, да, да Вот вам там не надо, да, выходить Вы же одессит в нескольких поколениях И самое-то интересное Вот я покопался в вашей биографии У вас дедушка инженер-конструктор Там, значит, со стороны мамы там тоже Какие-то все технари Нет, все технари Вот каким образом вас занесло Все, чтобы подвести к вам Я уже боюсь, страшно КГБ прямо тут надо Значит, вообще мама у меня пианист Мама у меня пианист Ну в 90-е годы начали шить все Так что я рос под оверлок Под промышленную машинку И под фортепиано И это сформировало меня Потому что с отцом я не жил Отец у меня, левшица Арон Наумович Добавил мне просто по крови много чего Я иногда делал, что думаю, откуда у меня И понимаю, что это папочка моя непутевая Арон Наумович, значит, просто генетически внес меня это Дедушка мой инженер, да, он был Как это называется, конструкторское бюро И он был там главный инженер Да, главный инженер Делал мультипликационные машины То есть, знаете, все-таки по творческой истории И вот аппарат, на котором Ну погоди, снимали Это вот он конструировал так же В его конструкторском бюро это делали Вот Ну И он, кстати, очень любил Дедушка мой классику Он часто напевал Вот я помню, как он укладывал Меня пытался спать И напевал мне как Что-то такое классическое Вот Ну В кого? Да в маму, наверное Мама у меня пианист Человек Который прививал мне всегда любовь К книгам А одесская вся эта нота Это просто автоматически залетает То есть, никто у меня не говорит Так, сыночка, слушай сюда Ты должен быть настоящим одесситом Значит, слушай утёс Нет, такого не было Это То есть, получается, что одесситам нужно родиться Это в крови Да Я думаю, что да В Одессе есть музыканты, которые исполняют одесские песни Но они не родились в Одессе И, знаете, есть некоторый снобизм, конечно, по этому поводу Как и у многих в столице, знаете, особенно это У вас есть такое в Риге? Ты рижанин? Ну, приехал и так сразу Ну, приехал Есть такое Ну, конечно С одной стороны, у вас в биографии тоже есть удивительная страница Когда вы просто автостопом проехали через там кучу стран Там Иран, Азербайджан То есть, там вообще И по Южной Америке По Южной Америке Вот откуда вот этот тоже, я не знаю, авантюризм ведь это практически Авантюризм, сто процентов Страсск, приключения Да, понимаете, я просто, когда заканчивал школу Я понимал, что я уже Просто у меня тошнит уже от обучения вот этого И меня как-то не насаждали Да я смотрел То есть, моих друзей всех просто мучили образованием И никто не хотел учиться И все просто вот даже не ходили в эти университеты И мучились там, линяли И как-то я посмотрел И подумал, что я так не хочу И я смешивал, значит, такое мелкое предпринимательство С путешествиями автостопом Я шил индийские штанишки, кроил, значит, жилеточки Какие-то фенечки Ездил автостопами На данных фестивалях это продавал И мне так понравилось просто хиповать Что как бы я думал, что В общем, в этом Это была моя школа Как поговорить с людьми Как выкрутиться в любой сложной какой-то ситуации Да в любой ситуации Вот Сейчас я периодически думаю Вот А что если бы я получил музыкальное образование Как бы было ли это мне плюс или минус Думаю, что Рассуждать об этом бесполезно Потому что как есть Основополагающим является какой-то успех Вот есть у человека успех в его начинании Если есть, значит, все правильно было А там надо было, не надо было, непонятно Автостопом ездить чудовищно интересно Чудовищно интересно Но надо, конечно, иметь какой-то склад ума такой Чтобы не бояться Потому что для большинства людей это звучит как дикость Как что-то страшное Особенно там, где я ездил Как бы там просто Ну, на самом деле Часто оказывается, что в тех местах О которых плохая молва Такая как бы пропагандистская история Там все в порядке И про Иран могу сказать в точности А не сделать ли нам музыкальную паузу? Давайте с удовольствием Может быть, что-то еще послушать Да, набросимся Набросимся Так, чтобы нам сыграть, друзья Ну, давайте так Ну, если про путешествия Про путешествия То что-то вот в эту сторону Да сейчас опять в Одессу приедем Да Все пути ведут в Одессу Давайте кусочек песни, которую часто я слышал на привозе Это самое такое, знаете, будто такое место Ну, ах, Одесса Самое, что не наесть жизненное Купить рыбки, там еще чего-то В Одессе часто пахнет рыбой во дворе И раньше пахло на молдаванке Потому что рыба, на самом деле Это самое дешевое мясо И молдаванка, район, где проживало много достаточно бедных людей Там жарили рыбу Потому что рыба просто дешевая И вот на привозе покупали И всем, кто сейчас нас слушает Представьте, что в Одессе на привозе Вот, песня для вас звучит Ах, Одесса Классика Плывут туманы над волной Покрыты березой Стоит у моря предо мной Одесса, город мой Он с песнями встречает Он с песней провожает Одесса, мама, милый город мой Ах, Одесса Жемчужина у моря Ах, Одесса Ты знала много горя Ах, Одесса Ты мой любимый край Живи, моя Одесса Живи и процветай Ах, Одесса Не город, а невеста Ах, Одесса Нет в мире лучше места Ах, Одесса Ты мой любимый край Живи, моя Одесса Живи и процветай На свете есть такой народ Он весело живет А дерзкий, дружный наш народ Он песенки поет Кого вы не спросите Ответят одесситы Такими уж нас мама родила Ах, Одесса Жемчужина у моря Ах, Одесса Ты знала много горя Ах, Одесса Ты мой любимый край Живи, моя Одесса Живи и процветай Ах, Одесса Не город, а невеста Ах, Одесса Нет в мире лучше места Ах, Одесса Ты мой любимый край Живи, моя Одесса Живи и процветай В Одессе есть такой маяк Он светит всем всегда Он говорит Постой, моряк Зайди-ка ты сюда Здесь двери всем открыты Бокалы всем налиты И девочки танцуют До утра Ах, Одесса Жемчужина у моря Ах, Одесса Ты знала много горя Ах, Одесса Ты мой любимый край Живи, моя Одесса Живи и процветай Ах, Одесса Не город, а невеста Ах, Одесса Нет в мире лучше места Ах, Одесса Ты мой любимый край Ах, Одесса Живи и процветай Живи, моя Одесса Живи и процветай Живи, моя Одесса Живи и процветай Ну браво Муж script Как можно не проснуться под такое Хочешь, не хочешь Да я сам не хочешь, не хочешь просыпаюсь Это, конечно, утречко И новости наши в следующем часе будут гораздо веселее Я думаю, тоже, конечно. Говоря про новости, одна из главных новостей, что 29 декабря... А это, между прочим, завтра. Завтра в 19 часов в музее мореходства, истории мореходства в колонном зале можно будет как раз-таки на концерте Феликса Шендера побывать. И слушайте, какое совпадение на самом деле, да, в музее истории и конкретно мореходства, и Одесса тебе, и наше мореходство. И море, наше Балтийское. Кстати, я понимаю, что у вас ведь связи с Латвией тоже есть, то есть какие-то... Да, и я, кстати, хочу заметить, что это у меня первый концерт в городе Рига, и это всегда так трепетно, первый раз в столице давать концерт, и я действительно, так знаете, ожидаю этого концерта. Не каждый концерт так как-то чувствуешь, и это, я думаю, совпадений не бывает. Очень приятно, что это музей истории мореходства именно с морем. Люди, которые живут у моря, у них определённый такой морской всё-таки склад. Я, например, никогда не представлял, как я могу жить в городе, который не заканчивается чем-то вот таким, как море. Вот как поле-поле-поле-поле, город посередине. И вот я всё-таки чувствую, что море должно быть с краю, поэтому нас с вами как бы связывает такая история, что вода должна быть крупная какая-то рядом. А что за вопрос был? Да, а я... Ну, потому что я... А в чём речь была? В вас в связи с Ригой связи? А, в чём речь, об связи, да. Значит, мой прадед, Адольф Станиславович, он из Риги, у него были очень религиозные родители, и он от них тихонечко убежал, потому что был такой человек науки, и он убежал сначала, убежал, ну, в общем, поехал учиться в Кишинёв, а потом приехал в Одессу. Вот, астроном такой был одесский. У меня много историй, кстати, про него. Он вёл дневник во время Второй мировой войны в Одессе, во время оккупации. Я читаю этот дневник, очень интересно. То есть он сохранился, да? Да, да, у мамы. Город как бы жил, ходили в театры, значит, люди, всё, очень интересный дневник. И есть у меня от него два портсигара, значит, он работал преподавателем высшей математики в мореходном училище, и, значит, он курил, курил. И его студенты подарили ему портсигар, но он курил трубку. Но он был такой человек интеллигентный, и он какое-то время всё-таки носил портсигар, чтобы показать, что он как бы ценит подарок. Кстати, интересно, что у меня их два, и они ему через два года опять подарили портсигар. Видать, или они прикалывались. Жизнь студентов ничему не училась. Да, как-то не просекли, что надо было трубку подарить. Видимо, они нечасто на лекциях появлялись, и такого нюанса просто не заметили. Но я заметил другой нюанс. Феликс, ты буквально земляк наш, и скоро нет-нет, да и запоёт про листья жёлтые над городом кружаются. Ты уже пел, я уже пел, даже пытался, ну, нет, не буду изображать, но, в общем, в городе Даугавпилс я играл в этом августе, если не ошибаюсь. И, ну, в общем, эту песню мне предложил местный кларантист, говорит, давай мы её внедрим. И мы внедрили её, чего нет. Я с удовольствием всегда пою. В следующий раз я подготовлю какую-то песню. Смотри, как завоёвалась, да, вот из Даугавпилса, и продвигается к морю Феликс со своей командой. Я не ожидал, честно говоря, что в Даугавпилс поеду, обдумал, в Ригу сразу, но как-то вот такой путь. Через Даугавпилс, да. Через Даугавпилс, да. Кружной. Кого можно вообще ещё назвать, вот, на вашем поле, ну, словно, я не знаю, соперником, не соперником, но вот кто... Коллеги по цеху. Коллеги по цеху, вот кого можно сказать, что вот они действительно исполнители, вот живёт детская песня, вот продолжает жить в их исполнении тоже. Ну, есть Валентин Куба, такой исполнитель, пожалуй, всё. То есть, в принципе, вот исполнители настоящей такой вот одесской песни по пальцам и... Да, да, но на самом деле по пальцам даже не будет по всем пальцам прокатиться. Ну, сейчас, да, я и вот Валентин Куба, вот, но я родился в Одессе, так же. А он, по оговорке, он нет. Нет. Не та контора, я слышал эту фразу, не та контора. Да, 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 да. Ну, что я хочу сказать? Ну, это такая достаточно нишевая история, и артисты, музыканты сейчас, которые... Фольклор в основном, ну, не в Украине, в Европе, вот, во Франции ценится больше, в Англии, вот, не во всех странах мира, как бы, фольклор вообще является чем-то таким, что можно вынести на какую-то сцену, зарабатывать деньги этим. Сложная такая ниша для музыкантов, вот. Хотя, мне кажется, что вот с приходом электронной музыки начинают использовать эти элементы фольклора, вот именно накладывая на электронный ритм. Ну, Шантель, например. Шантель, кстати, на этом же месте сидит. Да, да, я бы вот об Одесской не скажу вам больше никого, а вот по поводу мировой, ну, можно сказать, что это Гоголь Борделла, как бы, в принципе, такой панк-фолк, что ли, да. Вот, ну, вот, надо по мировым идти, вот, таким. И то, понимаете, по радио-то кто из них звучит, да? Ну, да. Ну, и Гоголь Борделлы, и Шантель вполне себе звучат. По нишевым радиостанциям. Даже на нашей радиостанции. Не по хит-фм, грубо говоря. Ну, да, хорошо. А, ну, ладно, Шантель по всем хитам. Шантель звучал, но когда, когда была мода на Балканщину пошла, Амстердам, Клезмер Бен, там тоже звучали они, но была мода на Балканскую эту историю. Вы же наверняка выступаете не только там на территории вот этой вот одной шестой бывшей суши, но и на Западе. Конечно, конечно. А как там принимают? В основном бывшие наши ходят или местные тоже? Это зависит от организатора. Они вообще понимают, о чём речь идёт? Что это за тексты? О чём они? Почему они? Этот грустный юмор английский еврейский. Нет, тексты, как правило, не понимают. Я выступал в Германии на фолк-фестивалях и в Южной Америке ещё. В Эквадоре я играл для местных. Это было уникально. Очень, ну, нет, чувствуют просто энергетику музыки, там, как 7-40, например. Ну, по дню сложно как-то не танцевать. Понимают просто на уровне интуитивном таком. А тексты нет. Подпевают песню, знаете, вот что-то с перевертацией, с бабушкой здоровой. Вот недавно в Париже у меня был концерт, и я слышу, что люди с акцентом, бабушка, давай, знаешь, что-то. Думаю, откуда они вообще, какая бабушка? И как-то вот нравится людям. Иногда даже не поймёшь, вот через что заходит песня. А как вот действительно этот вот удивительный секрет хита? Вот как понять, вот что песня становится хитом, вот она идёт в народ? Ну, есть понятие, вы же знаете, хук, да, то есть чем-то песня должна тебя, как бы, ударить, так, обратить на себя внимание. Обычно это припев. Ну, в одесских песнях часто это какой-то юмор. Или какой-то словечко, например, есть песня «Фонарики», там и строчка «Но моя юность раскололась, как орех». И вот этот «Орех», он стал, как бы, такой фишечкой, и я вижу, люди ждут, когда они смогут сказать «Орех». Вот. Ну, и в нашем случае ещё, конечно же, харизма и энергетика. Да, да, да. Такая музыка не очень дилемат. Фольклор, городской романс должен непосредственно, точно исполнять в первую очередь харизматичный человек. Как, например, там, Шарль Азнавуру во французском шансоне или Жак Брель. То есть они в первую очередь харизмы. Вот у них, у Шарля Азнавура часто такие вокальные штучки придумывают. Р-р-р-та-а, там что-то рычит. Вот оно ближе, как бы, оно в сторону харизмы, вот такое, чем... Ореха. Да. Такого, да. А ведь, вот я всё пытаюсь сформулировать вопрос, очень сложно вот не скатиться в какую-то пошлость, потому что ведь одесская, она немножко хулиганская музыка, там есть какие-то блатные мотивы. Да, я понимаю, о чём это. И в то же время вот часто слушаешь, когда вот, ну вот слушаешь каких-нибудь вот блатных шансонных исполнителей, ну и вот ты понимаешь, что это, ну, как бы такой вот очень, ну, уровень вульгарный, ну, то есть это рассчитанный на какую-то такую вот, ну, грубо говоря, бенлядскую публику. А вот в то же время вот использование тех же самых вроде бы как будто бы жаргонных словечек, вот звучит совершенно по-другому. Вот я хочу сказать, что вот в вашем случае вот, ведь это же такое опасное минное поле, что как вот не скатиться в такое вот... Ну, тут, ну, просто от человека зависит, который исполняет. То есть мне часто говорят, что вы исполняете какие-то песни весьма такие, как бы, ну, как сказать, сложно подобрать нужное слово, но вы меня помнили. На грани, спасибо. Очень правильно, красиво. На грани уж вы исполняете интеллигентно. Ну, я очень благодарю за это, потому что мне это действительно важно. Просто от биографии человека зависит. Понимаете? Вот есть человек, который может там на людях материться, и вообще ему нормально. Он слушает шансон вот такого похабного какого-то. Нет, ну, я скажу, что есть люди, интеллигенты, которые могут материться так интеллигентно, что это прямо вот... Это искусство, да. Это, знаете, как из кино. Жить в Одессе – это искусство, и для этого нужен талант. Нужен талант какой-то. Спасибо маме, могу сказать только всё. Спасибо маме. И родной маме, и Одессе маме. Насколько вот процентуально вот свой авторский материал и вот какие-то, ну, такие проверенные действительно хиты вот в вашей программе сочетаются? Сейчас я работаю над новым альбомом, который будет полностью состоять из авторских песен. На данный момент у меня есть два альбома, которые на 90% состоят из одесской классики. Так уж получилось, что, исполняя эти песни, мне по-хорошему пришлось очень вникнуть во все ответвления этой музыки и выбрать то, что я бы хотел знать и исполнять. Но, конечно, я повторюсь, что вот сегодняшний эфир я начал с авторской песни, и в дальнейшем я буду исполнять авторские песни по большей части. Как они рождаются? Вот что такое вот? Откуда берется вдохновение? Ой, по-разному. Недавно я просто с дочкой гулял и напевал песню, что-то там, та-та-та, кошерная жизнь, кошерная жизнь, и бац, у меня песня. Думаю, хорошо звучит. Вот я кошерно ем, я кошерно сплю, я... Как там дальше? Я кошерный... В общем, про кошерную песню. Или вот нигде еще не пел... Как происходит песня? Я с удовольствием поделюсь, потому что это на самом деле очень просто. Когда приходит какая-то в расслабленном состоянии, или наоборот где-то идешь, там о чем-то думаешь сильно, какая-то строчка, ее надо схватить и записать. И она, как правило, мне приходит с мелодии, и я сразу на диктофоны начитываю. У меня есть родственник дальний, живет недалеко от Чикаго, и он мне по телефону, мы с ним как-то созвонились первый раз, знаете, это скорее маминых, там, по маминой линии, там, ее родственники. Родственники, я с ним связь не держал, но как стал артистом, все начали, так, ой, это же наш там родственник, Феликс, по-хорошему, как бы, и начали искать связь. И он мне говорит, мы сменили столько адресов, я думаю, о, строчка готова. И у меня, я вам сейчас первый раз, все сейчас первый раз услышат, и тем более, что я сейчас часто переезжаю, оно у меня на душе, вот это все сейчас. И я написал такое четверостиши. Мы сменили много адресов, все, чтобы зажить, так и зажить красиво. Я имею много нужных слов всем, кто нам помог сказать спасибо. Спасибо, Леня, Сара и Аркаша, шлет привет межпуха наша. Ну, а дальше уже потом, услышите. Вот, мы сменили много адресов, вот так начинается песня. А что с языками? Были какие-то эксперименты не только с русским, идиш, английский, французский, не знаю, немецкий? Какой угодно? Я пою несколько песен на французском языке, просто потому что это приятно очень, знаете, делать. Язык очень певческий, язык... Сейчас я живу во Франции, вот, ну, петь я, кстати, раньше начал, это как у меня, наверное, такой намек судьбы был, потому что надо обратить внимание. Потом я учил иврит, и могу, в принципе, петь на иврите без акцента, ну, ящ-ящ, я думаю, что без акцента. Я пою песни на идыш, но это нисколько не мой язык, на котором я разговариваю или понимаю хорошо. Я скорее только пою песни, как пласт культуры одесской, вообще еврейской, которой важно знать мне, как исполнителю этого жанра. И сейчас вместе со своими родственниками из Израиля я пишу песню на иврите, да. Но она может быть, кстати, и на английском. Песня эта посвящена тем людям, которые очень хотят приехать в Умань. Вы знаете, город Умань находится в центральной части Украины, там находится могила Цадика Нахмана, это такой еврейский мудрец, от которого пошло движение хасидизм. Евреи со всего мира считают большим таким благословением приехать туда на Новый год, на Рошашана, и там помолиться, там отпраздновать Новый год. И, значит, находится это в Умане. Вообще хасидизм зародился вот в этой центральной части Украины. И интересная такая история есть, что у манчанам вот эта вся как бы тусовка евреев, которые приезжают, они там достаточно себя ведут так развязанно. И несмотря на то, что они снимают квартиры, привозят с собой деньги, как бы и тратят их там, Умань это небольшой городок, значит, уманчане не очень довольны всем этим хипишем и, значит, как-то жалуются своим властям. Израиль предложил купить могилу цадика Нахмана и перевезти ее в Израиль. Представляете себе, как глобально мыслят, чтобы не мешать, чтобы не мешать людям. И чем закончилось? Я думаю, все-таки решили оставить могилу на месте, потому что это выгоднее. Спасибо, что мы там аэродром строим свой, понимаете, в Умань, чтобы прилетать не в Киев, в Одессу и потом ехать, а прямо в Умань. Слушайте, нам показывают, что осталось всего две минутки буквально нам эфира. Что мы будем делать? Пытаться еще что-то коротенькое? Коротенькое мы споем? Давайте. Давайте. И быстренько проанонсируем. Итак, завтра в 7 часов вечера в колонном зале, звучит-то как в колонном зале, в Рижском музее истории и пароходства, концерт Одесса-мама, шалом бонжур, наш гость Феликс Шиндер и его команда. Итак, звучит Одесса-мама, звучит песня, кусочек песни, на Дерибасовской открылась пивная. На Дерибасовской открылась пивная, там собиралась вся компания блатная, там были девочки Маруся, Роза, Рая и Семик, Вась, Одесса, Вась, Кошмаровоз. Две полудевочки, один заморский мальчик, который ездил побираться в город Нальчи и возвращался на машине марки Форта. И шелкосовый элегант, чем лорда, красивее всех была там Оза, Смолдаванке. Она была особой прелестна, как макханка, и с ней сошел ее всегда шлип почитатель, и спутник жизни Васька Шмаровоз. На Дерибасовской закрылась пивная, где собиралась вся компания блатная, исчезли девочки Маруся, Роза, Рая, и Семик, Вась, Одесса, Вась, Кошмаровоз. Спасибо огромное, хорошего концерта, будем ждать всегда вас в Риге, в Латвии, приезжайте еще. Благодарю. До свидания.